Дожинки. Праздник мира и добра. И как же в такой день не вспомнить о тех, благодаря кому мы имеем возможность жить мирно, строить будущее и выращивать хлеб. Тех, чей подвиг сохранился в благодарных сердцах нашего народа на долгие годы. Торжественный митинг «Спасибо за наше сегодня», в рамках которого прошла оцифровка памятника Курган памяти, стал логическим началом праздника Дожинки. Ведь прошлое – неотъемлемая часть истории. И только память помогает нам, оборачиваясь назад, двигаться вперед к лучшему будущему. Руководство области и района, депутаты, главы сельхозпредприятий и жители района возложили цветы у мемориала и почтили память жертв фашизма в годы Великой Отечественной войны. И вот самый главный момент районного праздника Дожинки-2024. Посмотрите. Торжественное праздничное шествие возглавлял своеобразный символ, состоящий из восьми лучей, напоминающих солнце, каждый из которых – это сельскохозяйственная организация Жабенковского района. И неспроста, ведь еще наши предки считали солнце символом плодородия и земледелия, изобилия и блага. Прямо на центральной улице агрогородка Ракитница развернулись гуляния. Подворья с их богатым разнообразием со всех уголков района широко распахнули свои двери и наперебой веселили и удивляли тех, кто трудился весь сезон. Мы же в деревне живем, правда? Да, самый конец уже. Это праздник села, мы всегда работаем, а это праздник. А это как бы конец, вот, наверное, конец лета. Вот, вот, как-то соответствует праздник урожая, конец лета. И уже вот, как бы, начало следующего года начинается после того, убрали и все, и уже опять по-новому. По-новому будут сеять, по-новому пахать, по-новому. А мне кажется, что это все-таки вот конец. Выставка белорусской сельхозтехники позволила любому желающему почувствовать себя в роли комбайнера, тракториста и ощутить масштабы технических возможностей белорусских гигантов. Но никакая суперинтеллектуальная техника не заменит человеческий труд. И, безусловно, такие высокие результаты на Молото в этом году не могли остаться незамеченными и были по заслугам оценены руководством области и района. Это мероприятие сегодняшнее, дожинки в Жабенковском районе, начались, на мой взгляд, с самого главного и очень важного мероприятия. Могу признаться, что даже, скажу так, внутренне, да, ну, затрепетало что-то и даже навернулось, потому что мы на самом деле в год 80-летия освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, вот эта череда мероприятий, любых мероприятий, начинается с главного, это с того момента, когда мы отдаем дань памяти тем, кто в годы Великой Отечественной войны отдал свои жизни, благодаря кому мы могли продолжительное время достаточно, да, мирно трудиться, созидать. И вот битва за урожай у нас сегодня возможна только благодаря тому, что над нами мирное небо, и мы можем, как говорится, сражаться за хлеб. Победителей чествовать, но победителей не на поле сражения военном, а на поле именно мирном. Поэтому, конечно, вот чувства самые хорошие, я житель Жабенковского района, как говорят, как приехал работать, так и остался, несмотря, что дальше место работы меняется, но, тем не менее, прекрасный район, город-спутник, хорошие условия, поэтому чувства и к людям, которые здесь трудятся, ну, с большой благодарностью. Потому что порядок на полях, хорошие результаты. Вот сегодня будут чествовать победители, которые по итогам уборки урожая заняли первое, второе, третье место. Очень достойных людей много. Поблагодарил и поздравил работников агропромышленного комплекса председатель Жабенковского райисполкома Андрей Кузьмич. Уважаемые труженики села, сегодня мы чествуем вас, людей, которые круглосуточно трудятся на благо нашего государства, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны. Основой нашего сельского хозяйства всегда были и остаются люди. Люди, которые не считают часы и дни, невзирая на погоду и обстоятельства, работают на полях и фермах, чтобы каждый из нас мог быть уверен в завтрашнем дне. Особую гордость вызывают трудовые династии и ветераны сельского хозяйства, которые более 20 лет трудятся, не покладая рук. Эти люди – настоящий пример преданности делу и патриотизму. Они передают свой опыт и знания молодому поколению, воспитывая новую смену аграриев, которые продолжат трудовые традиции наших предков. Тому подтверждение высокие награды, которые получают наши земляки. Самым долгожданным моментом дня стало чествование лучших из лучших аграриев Жабенковского района. Это сельские труженики, фермеры, комбайнеры, хлеборобы, животноводы – все, кто не покладая рук, трудятся на земле, вкладывают свой бесценный опыт и талант в развитии сельского хозяйства. Это те, кто из поколения в поколение вносит важнейший вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и благополучие в каждом доме. Высокие награды и оценка труда стали важнейшим стимулом на будущий сельскохозяйственный сезон для победителей жатвы. Удалось все. В первую очередь необходимо смотреть за состоянием автомобиля, который меня в эту эстраду не подвел ни разу. Поэтому и удалось достигнуть таких результатов. Надо отдать должное и сказать спасибо руководству района, руководству области за столь высокую оценку труда нашего коллектива. Большое спасибо им. А мы, в свою очередь, будем еще расширять свой мехотряд. В этом году приобрели трактор для вспашки отечественной 3522 с плугами отечественного производства Миноити. Планируем еще расширить мехотряд с условием обработки почвы под урожай. Родился я в сельской семье, поэтому жизнь так... Как бы мне нетрудно работать, я понимаю, ну как бы... У вас целая династия, правда? Ну да. Вы продолжаете. Да, да, да. Ну отец зоотехника, а я пошел в агрономы. Горжусь результатом уборки урожайности зимового рапса 48,7 центнеразгектара. Прибальности 32. Прибал башни 32. Отличный результат. Концертная программа с яркими творческими номерами сделали этот день незабываемым и подарили море положительных эмоций всем, кто разделил эту радость вместе с тружениками села. Умеют белорусы хорошо работать. Умеют и хорошо отдыхать. Особое отношение... Субтитры сделал DimaTorzok